Сегодня девятым вопросом нашей повестки – это вопрос о рассмотрении приватизации. Бесплатная приватизация – это действительно наш российский путь формирования собственности. 25 лет назад мы призвали людей к тому, чтобы этот путь начать, и до конца он, к сожалению, не пройден. Есть значительное количество квартир, которые приватизированы, больше 80%, 83-84% – это собственники квартир и собственники жилых помещений. И такого количества собственников нет больше ни в одной стране мира. Это уникальный путь, мы по нему идем. Но собственная квартира для наших граждан – это больше, чем недвижимое имущество. Это возможность передать по наследству детям, внукам. Это в конечном итоге через осознание института собственности формирование позиций активного гражданина, позиции ответственного гражданина, потому что собственность квартиры – это собственность в доме, это желание участвовать в жизни двора, города, улицы, и это очень важно. Но вот каждый раз, продляя приватизацию на год-два, в этот раз, вы помните, на прошлом заседании Государственной Думы было несколько альтернативных законопроектов, в частности, фракция ЛДПР предлагала тоже продлить на год-два, а не бессрочно. Мы откладывали решение этой проблемы и думали, что всё равно уладится, люди до конца приватизируют принадлежащие им жилые помещения по договору социального найма. Но ситуация не рассасывалась. Те люди, которые были лишены возможности приватизировать, их, конечно, можно было обозначить в отдельной категории, выделить их, продлить приватизацию на какое-то ещё время, но это в целом не решило бы вопрос до конца, окончательно и без возврата к нему в будущем. И вы помните, что в пятницу, в прошлый раз, когда мы рассматривали вопрос о приватизации, здесь, в этом зале были действительно очень бурные дискуссии, и мы предлагали по категориям установить право до 2020 года для жителей Крыма, Севастополя, для жителей аварийных домов, для детей, оставшихся без попечения родителей. И коллеги предлагали включить в этот перечень живущих людей в общежитии, людей, которые живут в закрывающихся военных городках. И партия «Единая Россия» слышит голос каждого. Это основной девиз, с которым мы идём к нашим людям. И на региональной неделе мы общались с нашими избирателями по всей стране, поступило огромное количество обращений, как лучше продлить приватизацию, в какой форме. Мы посоветовались с избирателями, мы услышали мнение наших людей, мы собрали эти мнения и продискутировали внутри своей фракции. И окончательную точку в этом вопросе поставил председатель нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев, который предложил продлить бесплатно приватизацию для всех категорий граждан навсегда. Это принципиальный вопрос, это то, чего хотели люди. И партия «Единая Россия» умеет слышать каждого человека. Партия «Единая Россия» реагирует на то, что предлагают нам люди. И поэтому такое решение сегодня будет принято, поправки внесены, и партия «Единая Россия» предлагает за них все проголосовать. Мы очень рады, что к ним присоединились представители других фракций. И сегодня, голосуя за девятый вопрос, мы будем понимать, что это голосование за мнение наших людей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.